Галина Козлова, пациентка со стажем. Диагноз любой больницы теперь может поставить запросто. Вот областная клиническая. До ремонта и после все равно, что небо и земля. Качественно отремонтированные палаты со всеми удобствами помогают лучше любого лекарства, утверждает Галина. Такой больница первый раз. Я даже не ожидала, что у нас в Орле может быть так комфортно. Соседи и врачи тоже кивают одобрительно. Ремонт и терапия пошла больнице на пользу. Есть даже туалет в палате, есть душевые кабины, водичка теплая. Современные материалы, эстетичность, простор. Отличные условия. Я думаю, что все у нас здесь хорошо. Больные довольны очень. Ремонтная эпопея длилась в седьмом хирургическом корпусе МОПРе несколько месяцев. В последние два курским подрядчикам пришлось включить авральный режим. Сейчас светло, красиво. Даже вечером здесь очень приятно находиться в дворе. Светлая больница. Новый подрядчик не подкачал. В этом лично убедился губернатор. Больничный обход он начал с новой противошоковой операционной. Она рассчитана на полторы тысячи операций в год. Сюда будут доставлять тяжелых пациентов, например, после ДТП. Раньше больных приходилось транспортировать на седьмой этаж, теряя драгоценные минуты. И вот этот электроактуратор, который вы видите, является на текущий момент лучшим в мире из электрохирургии. Большое спасибо. Во-первых, в программе модернизации, в которой все это аппаратура. Мы вообще шагнули в другой век. Пока обходили больничные палаты и коридоры, Александр Козлов интересовался у персонала. Не требуется ли еще какая-нибудь скорая помощь. Речь зашла о резервной электростанции. То, что вы всегда говорите, то всегда воплощается в жизни. Я думаю, что у нас будет резервная станция. Резервная станция при первом отключении любого фидера запускается движок автоматом. Там просто смотритель даже не нужен. В общей сложности на ремонт областной клинической больницы потрачено 250 миллионов рублей. Более 200 миллионов ушло на реконструкцию перинатального центра. Здесь давние мечты о тотальной модернизации и почти стопроцентном обновлении оборудования тоже стали явью. Ультразвуковые аппараты, которых в принципе у нас ни в таком количестве, ни в таком качестве никогда в жизни просто нет. Сколько сейчас их? Сейчас у нас их. Мы только купили пять штук. Курс строительной реабилитации старого здания плавно перетек в новые строительные работы. По соседству растет новый корпус. Здесь, вот в этом корпусе будет расположен дневной стационар, два этажа, операционный блок точно так же. Здесь будет шикарное помещение, соответственно, норма Санкина для лаборатории, для функциональной диагностики, медико-генетическая консультация. Новый поликлинический корпус дадут в 2015 году. На его строительство потратят 350 миллионов. Новый поликлинический корпус.